Быть канадским мальчишкой и не болеть хоккеем кажется делом невозможным. Но не всякому удается из маленького пылкого болельщика превратиться в центрального нападающего с мировым именем. Коннору Макдевиду, родившемуся 13 января 1997 года в Ричмонд-Хилле, это оказалось по плечу. Возможно, биография Макдевида сложилась бы иначе, если бы не его отец Брайан, детский тренер, который поставил сына на ролики в трехлетнем возрасте. Тот сразу поехал и ни разу не упал. Первые булиты отрабатывал дома, ставя на ворота маму Келли и рассаживая вокруг игрушки, исполнявшие роль болельщиков. Он встал на лед четырехлетним ребенком, а в пяти уже противостоял девятилетним мальчишкам, что позволяло быстро прогрессировать. Когда Коннор пришел в хоккейную школу, то попал в группу, где тренировались ребята на год старше. Он так и остался работать с ними, ни в чем не давая уступки. В детстве, вместо того, чтобы тусоваться с друзьями, Макдевид тратил драгоценное время на домашние тренировки, отрабатывая с отцом технику владения шайбой и филигранную точность булитов. Однако давление на выбор будущей профессии родители старались не делать. Их старший сын Кэмерон тоже увлекался хоккеем, но завязал с тренировками сразу после окончания школы. Отец учил парня скромности и трудолюбию, предвидя, что из Коннора вырастет спортивная звезда. Его прогнозы быстро стали сбываться, юный хоккеист вместе со своей командой четыре раза выигрывал детские турниры и получил от Федерации хоккея Канады статус исключительного игрока, что до него удавалось только двум юношам. Макдевид смог заиграть в хоккейной лиге Антаря на год раньше, чем сверстники, из-за исключительных способностей высокого уровня. В 2012 году 15-летний нападающий пополнил клуб Эри Атерс и сразу стал лучшим новичком лиги, показав феноменальную результативность – 66 очков в 63 играх. На драфт НХЛ 2015 года Коннор выходил как лучший игрок Аллы и игрок года Канадской хоккейной лиги. Не мудрено, что его под общим первым номером с энтузиазмом выбрал клуб Эдмонтон-Ойлерс, пятикратный обладатель Кубка Стэнли. К моменту подписания контракта с многообещающим новичком слава команды уже слегка померкла, а потому на юную звезду возлагались большие надежды. В свой первый сезон Макдевит не смог полноценно помочь команде, выбыв из-за травмы после 45 сыгранных матчей. Восстановившись после перелома ключицы, нападающий ростом 185 см и весом 87 кг, вернулся в строй и стал лучшим новичком чемпионата. В 2016-м 19-летнего Коннора выбрали капитаном команды. В 2017-м году Макдевит вывел клуб в плей-офф чемпионата, чего с Эдмонтон-Ойлерс не случалось с 2006-го. Тогда ему вручили сразу две главные награды НХЛ – Харт Мемориал Трофе и Тетлинд Сей Эворд, что означало одновременное признание как со стороны журналистов, так и со стороны коллег. С тех пор он стал постоянным участником символической сборной всех звезд и участвовал во всех матчах звезд НХЛ. Несмотря на то, что Эдмонтон-Ойлерс все еще не удавалось побороться за титулы, Коннор не собирался оставлять команду. Эту верность поощрили более чем щедро, подписав с молодым бомбардиром 8-летний контракт на 100 миллионов долларов, параллельно карьера хоккеиста развивалась и на уровне сборных. Макдевит начал защищать канадский флаг еще будучи юниором и дважды помогал сборной Канады добывать золото молодежных чемпионатов мира. Первое взрослое первенство планеты пришлось на 2016 год, и сразу же принесло Коннору звание чемпиона мира. Последующие чемпионаты мира складывались для нападающего менее удачно. Будучи капитаном сборной Канады, в 2018 Макдевит смог привести команду только к четвертому месту, а в 2019 и вовсе пропустил международный турнир из-за травмы. Команда Макдевита Эдмонтон-Ойлер закончила сезон 2020-2021 на втором месте Северного дивизиона, уступив в первом круге плей-офф НХЛ команде Виннипек Джетс 0-4 в серии. Это не помешало Коннору вновь оказаться обладателем сразу двух главных наград чемпионата. Набрав по ходу регулярного сезона 105 очков, 33 гола и 72 передачи, в 56 играх, Макдевит был выбран самым полезным игроком НХЛ по мнению журналистов и получил Харт-мемориал трофей. Лучшим его признали и коллеги-спортсмены, а потому нападающего Эдмонтон-Ойлерс наградили еще и призом Тед Линдси Эворд. Этот трофей достался Коннору в третий раз, что до него получалось только у Ирамира Ягра, Александра Овечкина, Сидни Кросби и Гилли Флера. В сезоне 2019-2020 обладателем обоих наград становился одноклубник Макдевида Леон Драйзетель, контракт с которым обошелся Эдмонтон-Ойлерс в 68 миллионов долларов. Между тем на чемпионате мира 2021, прошедшем в Латвии, Макдевит не появился, но отсутствие звездного форварда не помешало сборной Канады одержать победу в турнире. Шестизначная зарплата и всемирное признание не растравили в хоккеисте звездную болезнь. Макдевит остался спокойным и скромным парнем, который долгое время вообще не обращал внимания на то, во что одет. Только друзья по команде заставили Коннора сменить поношенную спортивную сумку и задуматься о прическе. В итоге сейчас парень стал завидным женихом. Несмотря на насыщенный тренировочный и игровой график, хоккеист находит время на личную жизнь. С 2016 года он встречается с Лорен, дизайнером интерьера из Торонто. Девушка поддерживает парня, сопровождает его на торжественных мероприятиях и с удовольствием размещает совместные фото в интернете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова